Принимаете гостей? Вот каких. Мальчишки и девчонки еще плохо понимают, каких гостей сегодня принимали в своем детском саду. Только спустя годы эти ребята осознают, в тот день их посетила первая в мире женщина-космонавт, наша землячка Валентина Терешкова. Приятно, что у нас в нашем родном Ярославле строятся такие комфортабельные, я надеюсь, для воспитания подрастающего поколения, для воспитания молодых ярославцев построен такой замечательный детский дворец. Этот детский сад в Зержинском районе на улице Строителей открыли в день города. Уже сегодня дошкольное учреждение посещают 60 малышей, а скоро придут еще 190. Очень рады, что все-таки в нашем районе построили такое красивое, светлое учреждение. Поэтому, Карина, ведь нравится? Да. Очень нравится. Очень все просторно. Мы были на собрании, нам показали логопедический кабинет, кабинет психолога, музыкальный зал, спортивный зал. То есть все светлое, все оборудовано, очень для детей, как говорится, сделано все. Построили детский сад за полтора года за счет бюджетов всех уровней. Само учреждение рассчитано на 220 мест, но площади позволяют принимать до 250 человек. Вы же сейчас только что видели, какие огромные у нас площади. Получается, что по площадям мощность можно увеличить. В группах, там где 20, можно сделать 25 по площадям, а там где 15, если их можно сделать 20 детей. До 1 сентября в планах властей открыть еще два детских сада в Заволжском районе. А в следующем году еще три дошкольных учреждения. Катюша, маме помаши. Вот, молодец. День депутата Госдумы Валентины Терешковой расписан по минутам. Уже днем в стенах правительства региона Валентина Владимировна вручила именные стипендии наиболее отличившимся студентам за достижения в различных областях. Честка, я вас от всей души поздравляю. Всего самого доброго и успеха. В этом году именные стипендии получили 20 человек в размере 35 тысяч рублей. После награждения ребята уже в неформальной обстановке пообщались с Валентиной Терешковой. Считается ли наше государство лидером в космической сфере? Мы были первыми и мы это первенство не уступим. В этом году она решила поддержать нас именно материально, простимулировать наши достижения, чтобы мы в дальнейшем в творчестве еще достигали больших высот. К слову, за 15 лет существования такой поддержки стипендию получили 360 студентов региона. Денис Мороев, Сергей Чекмарев, День в событиях.